Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! С вами Юля. Давно не виделись. Сегодня мы будем с вами тестировать новую основу от NARS, их Soft Matte Foundation. И если вы желаете, чтобы ваша кожа выглядела вот так, очень красиво, не правда ли? Тогда смотрите это видео, чтобы посмотреть, как добиться такого лука при помощи использования только этого тонального крема от NARS. Итак, что мы имеем? Отличная сделанная упаковка в стиле NARS. Упаковка чувствуется очень мягкая, как будто бы как даже велюровая. И на минуточку это не стекло, это именно, как сказать, пластик, да, то есть вы можете выдавить до конца все, что не может не радовать. И у меня эта основа в оттенке Yucun. И этот тон, кстати, он светлый с розоватым подтоном. Вот. Теперь к обещаниям. Что же нам обещает NARS, когда мы наносим эту основу на нашу кожу? Нам обещается матовость в течение 16 часов. Микроводоросли и гиалуроновая кислота, которые добавлены в этом тоне, они способны сделать так, что жир с вашей кожи, да, кожное сало, я имею в виду, он будет контролироваться и не будет выделения кожного жира вообще. Невероятно классное обещание, потому что, если вы помните, я пробовала основу от Too Faced, их Born This Way суперматовая, мне она вообще не понравилась, она была как маска. И именно поэтому я заинтересовалась этой основой, потому что она обещает быть как вторая кожа, то есть не маска, нет ощущения того, что у вас что-то будет на лице. И так как мы сейчас живем в эпоху new normal или новой нормальности, мы многие носим маски, особенно в США, очень классно, что эта основа обещает быть нетрансферабл на маску, то есть вы не будете видеть следов от тона на вашей маске, это просто бинго, да, еще один плюсик в сторону этой основы. Я думаю, что за 40 долларов эта основа определенно очень имеет большое количество в себе, здесь у нас 45 миллилитров, если сравнить эти две основы, здесь гораздо меньше продукта, чем здесь, хотя так и не скажешь по бутылочке. Здесь имеется 30 миллилитров продукта, тогда как здесь целых 45 миллилитров, и это стоит 40 долларов, это стоит 49 долларов. С налогами это, конечно, будет гораздо дороже, вот эта основа. Что же нам обещает эта основа Soft Matte от Nars? Она обещает нам стойкость в течение 16 часов, плюс ко всему в составе имеются водоросли, не просто водоросли, а микроводоросли. Также гиалуроновая кислота это просто номер один компонентов сейчас, в данный момент во всех средствах используют гиалуронку, просто потому что это такое классное средство, которое по сути берет эту влагу из воздуха и доставляет ее прямо в кожу к вам. Настолько это классный компонент. И, в общем, сейчас мы прыгнем в наш тест и посмотрим, действительно ли этот тон будет держаться на коже 16 часов без каких-то поплазновений. Так что, да, ребят, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Это очень важно, тогда как канал только развивается, и вся ваша активность непременно очень важна, как никогда. Да, поехали. И сейчас я снимаю, и у нас 5 часов вечера. Надеюсь, что до момента, когда я буду давать вам свои отзывы, будет еще светло, более-менее. Итак, это основа от NARS Soft Matte Foundation. Она очень приятна на ощупь. Она действительно, знаете, такая как велюровая какая-то, то есть до нее реально приятно дотрагиваться. И, что очень классно, она позволит вам выдавить все до последней капли, что не может не радовать. То есть это очень классно, что, знаете, когда вот такая у тебя упаковка, вряд ли ты что-то достанешь оттуда, потому что это стекло. Это же такой очень, я бы сказала, плотный пластик, но он, тем не менее, мягкий. Итак, давайте я вам покажу сводч своего оттенка. Этот оттенок, на самом деле, о вау, он немножко пахнет, но, то есть, не совсем сильно. Как будто бы запаха нету, не могу понять, он пахнет или не пахнет. Ну, немножко он пахнет, как вот обычный тон может пахнуть, да, то есть, ничего такого сумасшедшего. И вот так этот оттенок смотрится на моей руке. Растушевываю на руке, и он прям полностью растушевывается, и я чувствую, что моя рука начинает казаться мне более такой вельветовой по ощущениям. Это круто. Итак, сейчас мы сначала нанесем на кожу какой-нибудь праймер. Я нанесу праймер, легкий праймер от Laneige, это Glowy Makeup Serum. Я не считаю, что это не позволит нам увидеть настоящий результат, как он вообще будет выглядеть у нас. Обожаю этот праймер, он, знаете, такой, как сыворотка, и он действительно очень легкий. Вообще, его можно использовать не только как праймер, но и как сыворотку. И мне очень интересно посмотреть, как этот оттенок будет смотреться на лице. У меня есть чувство, что этот оттенок просто идеально сольется с моим тоном кожи. Так, котик, нет, не иди сюда. И давайте его растушуем. О май гад, ничего себе. Он выглядит просто, выглядит как вторая кожа, прям в ту же секунду, как вы растушевываете, втушевываете его в вашу кожу. Просто супер. Мне уже нравится, если честно. По-моему, оттенок, он просто идеален. Но он плотно смотрится, но мне кажется, что все-таки спонжа будет как-то получше это все смотреться. Спонж это идеально, потому что все разносится как-то равномерно и красиво. Эта сторона, где мы наносили все кисточкой, она смотрится красивее, чем эта сторона, где наносила все спонжем. Это очень странно, но это факт. У меня, кстати, прыщик есть. Посмотрим, вскроет ли этот тон его. Немножко сделала свет помягче, потому что я видела себя как в белой маске какой-то. Сейчас я вижу, все гораздо более естественно смотрится. Я не знаю, вроде он подходит, вроде он подходит. В этом всегда проблема, когда заказываешь что-то онлайн. Я говорю о тональных кремах, потому что всегда есть вероятность того, что вам не подойдет тон. Ну, слава богу, что в Америке вот за это я люблю эту страну. Ну, не только из-за этого, но в том числе, что вы можете вернуть любую вещь, которая вам не подошла, не понравилась. Хоть через, там, две недели. Ну, если, понятное дело, вы не использовали это хорошенько. Вроде некрасиво, но иногда можно. Итак, ребят, надеюсь, вы можете видеть, как смотрится эта основа. Сейчас вообще по-минимальному у меня есть свет. Только дневной свет сейчас заглядывает к нам из окна. Кстати, мне невероятно понравилась эта кисточка от It Cosmetics. Она похожа немножко на форму кисточки, которая вышла в новой коллекции Селебрити Гомес, Rare Beauty. Кстати, ребят, мне интересно, вы следите за тем, с чем Селебрити выходит, с их новыми макияжными линиями или нет. Потому что я знаю, что у нее в ее коллекции прям точно такая же форма кисточки, но она немножко, как мне кажется, такая твердая. Это более мягкая кисточка. До кожи определенно очень приятно дотрагиваться. Она чувствуется увлажненной. Я не чувствую никакой какой-то липкости или что-то вроде того. Все очень красиво. И благодаря тому, что я сейчас нахожусь под прямыми солнечными лучами, которые идут из моего окна, эффект я вижу как никогда лучше, потому что именно натуральный light, натуральный свет, он показывает всю красоту определенного продукта. В данном случае это у нас тон. Если честно, я немножко в шоке. Я не ожидала прям так сразу полюбить эту основу. Она мне уже нравится. Мне не терпится, ребят, показать вам в конце видео, что я думаю о ней. Сейчас же мы нанесем весь макияж, чтобы заполнить недостающие детали нашего макияжа сейчас. В том числе румяна, реснички, макияж глаз. Я к вам вернусь буквально через секунду. И вот я вернулась своим легким макияжем, так сказать. Я использовала, кстати говоря, палетку Snap Palette от Рианы. Она называется Wine Palette. Если честно, мне гораздо больше нравятся именно коричневые оттенки. Хоть она называется Wine Palette, здесь очень хорошие именно матовые коричневые оттенки. Ну и блестящие тоже. Еще, кстати говоря, я использовала тушь от Urban Decay Lash Freak. У меня она в Travel Size. И я нанесла до этого праймер на реснички от Lancome, по-моему. И я не знаю, они, конечно, классно смотрятся, но это паучьи глазки. Я не знаю, то ли это праймер, то ли это тушь. Но тушь, если честно, прям вот окей. Это не прям самая лучшая тушь, которую вы только можете купить. Далеко нет. Я буду использовать румяна от Patricota. Мне они очень нравятся. Я покупала их на обзор и до сих пор пользуюсь ими, когда, допустим, хочется выглядеть натурально, но в то же время красиво и естественно. У меня, кстати, эти румяновые оттенки She's That Girl. Если честно, я не так часто сама лично подлезаю к вот этим вот кремовым румянам, просто потому что я больше фанатею по сухим текстурам. Они, ну, немножко получше все-таки. С ними легче работать. И сейчас вы будете видеть, как это все вообще будет смотреться на нашей матовой основе. В принципе, это очень даже хорошо смотрится. И они взаимодействуют друг с другом тоже хорошо. То есть я не вижу, чтобы основа куда-то уходила. Нет, она остается на месте и очень даже легко поддается, так сказать, нанесению других средств. Использую немного этого тона, чтобы замаскировать прыщик мой получше. Видите, теперь вы не так хорошо видите очертания моего прыщика, значит, это основа работает. Нанесем бронзер от Патрика Та в оттенке She's So Olay. Знаете, почему Olay? Потому что это социруется якобы с Лос-Анджелеса, потому что в Лос-Анджелесе все загорелые, потому что там очень много солнца. И на десерт мы будем использовать хайлайтер от Бекки. Он у меня весь поломанный, но в общем он очень хороший, поэтому я его все-таки все еще использую, потому что он невероятно классный. Вот что-что, но хайлайтеры у Бекки очень-очень хорошие. Они прям бомбические, прям топ. Совсем немножко нужно, чтобы создать этот образ натуральной, натуральной сияния кожи, поэтому да. Теперь нам нужно засечь время, чтобы я походила, погуляла. По ощущениям кожа очень мягкая, и я надеюсь, что она такой будет весь день, и мы это посмотрим. Вернусь к вам через каких-то пару секунд. Надеваем маску, видите, она вся чистая, здесь ничего нет на ней, и в общем идем в магазин, и потом посмотрим, отпечатается ли что-то на ней или нет. Я закончила шопинг с премаркетом, и как назло, знаете, что сейчас такой дождь, что это просто как ливень сильный для Форида, это нормально. Вот, вы слышите, но пока что даже ни одной жиринки у меня нету ни на лбу, ни на вообще всем лице, поэтому пока что можно сделать вот что это, снова она работает. И вот я снова с вами, ребята, прошло 6 часов, я снимала видео в 4 часа, вечера, час у нас почти 8 с половинкой, и я сделала маск-тест. Не нанося никакую пудру, ничего такого, просто такой, знаете, голый макияж тональным кремом, после нанесения тона я ничем не закрепляла его, ни пудрой, ни какой-то компактной пудрой, ничем. То есть это был такой, знаете, сырой макияж тональным кремом, и я не пожалела, что этого не сделала, потому что, как вы видите, маска абсолютно чиста, на ней нет ни одного следа отпечатка от тона. И это действительно удивительно и волшебно, потому что с момента, когда нас всех обязали одевать маски, не было ни разу, чтобы моя маска была чиста, неважно одноразовая или многоразовая. Сама не ожидала, что я так полюблю этот тон, потому что, как бывает, ну ты купишь какой-то тон или новый продукт, и скажешь, ну, там куплю, посмотрим, но когда я смотрела многие отзывы на ютюбе, люди говорили, что да, это действительно так, никто не ожидал полюбить этот тон. Тот факт, что этот тон действительно регулирует выработку вашего сала кожного, это тоже очень круто, я не заметила никаких поползновений, все осталось на своем месте. Если писать это все вкратце, то кожа, она осталась такой же холеной, красивой и бархатистой, как и в начале нанесения крема, но в течение часа, вот она такой же была сейчас. Это все осталось так же, и это невероятно круто, я просто не знаю, что сказать, получается, этот тон будет моим любимчиком. На этот год это очень круто, ура! И вы скажете, что, ну, это же не там бюджетный тон. Соглашусь, это вообще далеко не бюджет, это стоит 40 долларов, но за то, что вы получаете здесь 45 миллилитров, а не 30, как в другом средстве от NARS, которое стоит 49 долларов, это очень классно. Упаковка, она travel friendly, то есть вы можете взять ее куда угодно, и она будет очень невесомой, вы можете выдавить все это до последней капли, и проблем не будет, то есть это круто. Первый продукт, который я не пожалела, что купила, когда он только вышел, поэтому, ребята, если вы думаете о покупке какого-нибудь классного средства, нового, причем, да, хоть от NARS, хоть, ну, более матового, то определенно я вот посоветую вам этот просто потому, что мне оно само понравилось. Неизвестно, когда это все принято в Россию, мне кажется, кто знает, мне хочется верить, что эта вещичка станет номер один по продажам у NARS, и вообще у NARS всегда продукты, ну, за исключением, может, теней, которые я ни разу не пробовала, они получаются очень хорошими, вот тон, консилеры, вот просто пятерочка. Такой на сегодня был обзор, сегодня у нас пятница, это значит, что можно немножко сегодня подольше побыть на диване, чем обычно. Я хочу сказать вам большое спасибо, ребят, за ваши теплые комментарии, спасибо, что поддерживаете меня, это очень-очень приятно видеть, что люди действительно проникаются тем, что ты делаешь, ты находишь отклик у своих зрителей, это просто невероятно, я никогда не думала, что это произойдет, и как бы, ну, мой канал будет иметь столько внимания, я очень стараюсь и вкладываю очень много усилий, чтобы получать все самое новое, очень быстро, чтобы сделать обзоры для вас. Спасибо большое за все комментарии, которые вы мне пишете, это очень приятно. В свою очередь, я хочу пожелать вам провести 4 сентября, пятницу, настолько весело, насколько это возможно, желаю, чтобы ваш макияж всегда получался идеальным, а ваши стрелки сами по себе рисовались на ваших глазах. В общем, я с вами не прощаюсь, ребята, всех целую, всех люблю, всех обнимаю, ваша Юля, скоро увидимся, прощаюсь, всем пока!